МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на шестом канале. О самом важном в политике, экономике, бизнесе, культуре и спорте. Меня зовут Валерия Саенко. Сегодня в программе. О людях никто не думает. На повороте в поселок РТС решили поменять светофор. В результате нет ни старого, ни нового. Боимся очень страшно, поэтому продолжаю отпрашивать с работы, чтобы ребенка проводить и также встретить вечером. На смену старому водозабору пришел новый в Лакинске. Теперь можно пить воду из-под крана? Наш город Лакинск в числе трех муниципальных образований, которые вошли в эту программу «Чистая вода». Искусство требует жертв. Заслуженный художник рассказал нам, как вместе с папой рисовал с натуры, а их за это чуть не забрали в милицию. Подумали, что что-то замужляет. Ну, видимо, нельзя было его рисовать. Потом сказали, что там нельзя было показывать одну опору и другую. Во Владимирской области за сутки еще 157 человек заразились коронавирусом на 4 больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идет, начиная с пятницы. Такой прибавки, как сегодня, не было еще за всю пандемию. Общее количество зараженных теперь 14 560. В лидерах антирейтинга Владимир плюс 38, заболевших за сутки. На втором месте Гусь-Хрустальный 18. Третье место антирейтинга у Мурома 13 новых ковид-носителей. Общая статистика по области выглядит сейчас так. Владимир 2728, Слочев Гусь-Хрустальный 1995, Муром 1675, Ковров 1139, Александров 1023, Петушки 978, Вязники 727, Юрьев-Польский 652, Собинка 553, Кольчугина 534, Суздаль 448, Меленки 404, Гороховец 391, Красная Горобатка 337, Камешкова 308, Кержач 261, Судок до 230, Радужный 177. Летальных исходов за последние сутки 6. Столько же было накануне. Общая смертность от новой заразы Владимирской области теперь 359 человек. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 152 на 2 больше, чем накануне. Победивших коронавирус в нашем регионе теперь 12 924. В Александровском районе микроавтобус с пассажирами улетел в Кювет. ДТП произошло на 122-м километре автодороги Колокша, Кольчугина, Александров, Верхние дворики. Как сообщают в ГИБДД, 50-летний водитель микроавтобуса марки Ивека съехал в Кювет с проезжей части, где транспортное средство угодило в дерево. По предварительной информации полиции, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем, а его самочувствий ничего не сообщается. Известно только о двух пострадавших в салоне автобуса. В результате ДТП травмы получил пассажир автобуса 1996 года рождения, а также пассажир 1980-го. У обоих легкие травмы и назначено амбулаторное лечение. На улице Безыменского областного центра этим утром загорелась квартира в многоэтажке. Пожарные расчеты выехали на место сразу же, как получили сигналы происшествия. В момент прибытия спасателей в квартире уже было сильное задымление. Пожарные сумели остановить распространение огня. Возгорание ликвидировали на небольшой площади в один квадратный метр. Пострадавших и погибших нет. Но хозяева квартиры все же понесли убытки от пожара. Как сообщают в тревожном ведомстве, пострадала стиральная машина. Дознавателя называют предварительную причину. Возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электропроводки. На место пожара выезжали 5 единиц техники и 13 человек личного состава. Пассажирские перевозки под контролем. Дорожные полицейские Гусьфрустального района совместно с представителями автодорожного надзора провели рейд. Проверяли водителей пассажирских автобусов. Особое внимание на тех, кто перевозит группы детей. За время рейда проверить удалось 10 автобусов. Полицейские надзорщики оценивали техническое состояние транспортных средств, наличие необходимых документов. Уточняли также, проводится ли медосмотр водителей перед рейсами. Соблюдают ли они режим труда и отдыха? Были выявлены два нарушения правил дорожного движения. Все они связаны с неиспользованием пассажирами транспортных средств в небезопасности. По данным правонарушениям составлены административные материалы. Водители транспортных средств привлечены к административным ответствам. Железнодорожники завершают вывоз поврежденного грунта на месте схода вагонов с мазутом. С места происшествия уже убрано более 14 тысяч кубометров загрязненной почвы. Напомним, 16 ноября рядом со станцией Новки-1 опрокинулись 33 вагона. Из шести цистерн вылился мазут. Произошло повреждение железнодорожного полотна в обе стороны. Также из-за схода состава погиб 51-летний дорожный рабочий. Его придавило цистерной. На два дня вводился режим чрезвычайной ситуации. Спустя практически месяц железнодорожники заканчивают ликвидацию последствий ЧАЭС. На путевой машинной станции 34 цистерны обработаны. Из них откачан мазут. Что касается загрязненного грунта, то его большая часть, 8 тысяч кубометров из 14, отправлена на специальные предприятия для дальнейшего обезвреживания. На место разлива нефтепродуктов железнодорожники завезли чистую землю и распределили ее на площади в 6772 квадратных метра. Железнодорожники утверждают, что окружающей среде уже ничто не угрожает. И добавляют обо всем, что делается на месте катастрофы, они каждый день докладывают в Росприроднадзор. Напомним, именно по вине железнодорожников и произошла эта авария. Дело расследуют при Волжске следком на транспорте. И, как он сообщал, на месте схода поезда шли ремонтные работы. Железнодорожники не успели исправить стрелочный перевод перед приближающимся поездом. Работники железной дороги, чьи действия привели к возникновению аварии, доброшены в качестве подозреваемых, ими даны признательные показания. Жители РТС опасаются переходить дорогу. На примыкающих пекинке проезжей части на прошлой неделе вдруг убрали пешеходный светофор. Теперь подойти к надземному переходу просто опасно. Машины редко которые пропустят. Вот сейчас, если будет поворачивать оттуда, она будет ехать, она берет разгон в горку. И нас тут даже один... Осторожно, справа. Вот, я говорю. Нас тут даже чуть-чуть КАМАЗ не задавил. Он ехал как оттуда. А ведь этот путь к большой земле для жителей РТС единственный. По этой зебре люди ходят на работу, в магазин, аптеку. Переходить-то и им страшно. Но больше всего местные жители опасаются за детей. Они, подходя к нерегулированной зебре, просто пугаются большого потока машин. Вот мой ребенок позавчера шел в школу. Позавчера это было, да? Шел в школу. Я не смогла его проводить тут с утра. Он стоит и плачет. Идет соседка. Мальчик, ты чего плачешь? Я перейти не могу. Я опаздываю в школу. Она его переводила через дорогу. Я вот говорю, пока ребенка не собьют, никто не пошевелится, не жолохнется. А эта молодая мама не разрешает сыну в одиночку переходить дорогу в этом месте. Уже неделю каждый раз отпрашивается с работы, чтобы проводить ребенка на занятия. Боимся, очень страшно. Поэтому продолжаю отпрашивать с работы, чтобы ребенка проводить и также встретить вечером. Потому что очень опасно. Сейчас пип. Поэтому очень просим вернуть светофор. Мы прям вот не знаем уже куда писать и звонить. Потому что ну очень печально, что вот его сняли. До этого хоть было, мы только успокоились, что пешеходный светофор. А теперь нет, все убрали. У нас такой поток машин, поэтому очень просим. Как-то очень страшно. И поток машин тут действительно большой. За все время съемок этого материала мы начитали с десяток большегрузов, которые поворачивают с Пекинки к местным предприятиям. Получается, когда сгорается зеленый, то в этом месте пересекаются сразу несколько потоков машин. С одной стороны автомобили движутся с Белоконской и Пекинки. С другой есть целых три выезда от предприятий и один из самого РТС. В результате, чтобы успеть проехать, многие автолюбители встают прямо на зебре. Вот смотрите, я с той стороны еду, отсюда никто никогда не пропустит. Здесь тоже никто не выпустит. Вот и все. Жители, конечно, не скрывают, что видели по утрам здесь экипаж ДПС. При виде правоохранителя автомобилисты ведут себя внимательнее и вежливее по отношению к пешеходам. Во время съемок этого материала сотрудники ГИБДД также появились, как раз в то время, когда дети возвращаются из школ. И все же жители РТС не понимают, кто и зачем мог убрать так необходимый здесь пешеходный светофор. Меня-то больше всего интересует, кто распорядился снять этот светофор, подвергая жизни людей такой опасности. Вот вы сейчас постоите немножко, узнаете и увидите, сколько машин. Перейти вообще нельзя. Кто распорядился снять пешеходный светофор, мы узнали. Он был на балансе у мэрии, но она договорилась с дорожниками М7, чтобы те взяли его на свой баланс. Вот управление дороги и демонтировало старый светофор, чтобы заменить его на новый. По договоренности с администрацией города Владимира, наряду с работами на основном светофоре, также будет производиться замена светофора на пешеходном переходе, который пересекает автодорогу на повороте к поселку РТС. Новый пешеходный светофор на везде в РТС должен появиться уже до конца этой недели. Никита Королёв, Артём Михалюта, 6 канал. Более 4 тысяч жителей Лакинска наконец-то обеспечены чистой водой. А стало это возможным благодаря открытию в городе новых водозаборных сооружений. Две скважины, дающие 700 кубометров воды в сутки, дизель-генераторная станция, 500 метров труб. В церемонии открытия Лакинского водозабора принял участие губернатор Владимир Сипягин. Что, начинай? Начинаем. Давай. Начинаем. Новый водозабор обеспечит качественной водой не только многоквартирные дома, но также социальные и культурные объекты Лакинска. Стоимость нового водозабора более 10 миллионов рублей. Об этом рассказало руководство местного водоканала. Там отметили, износ старой станции превышал 90%. Эксплуатировали ее с 1939 года. Новый водозабор был жизненно необходим Лакинску. Прежние мощности не давали необходимого объема воды в дома людей. Да и к качеству были претензии. Износ большой. Раньше большая часть города питалась, как уже было сказано, с фабрики. Эта фабрика еще давно, с советских времен, она работала. То есть большая часть города обживалась водоснабжением оттуда. Была скважина и была так называемая станция второго подъема, чтобы хватало давления и вода пошла в город. Износ очень большой. Строительство нового водозабора стало возможным благодаря поддержке региональной администрации. В рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» региону было выделено более полутора миллиарда рублей. Рассказали в руководстве города и области. Наш город, город Лакинск, в числе трех муниципальных образований, которые вошли в эту программу «Чистая вода». Очень непростые были условия вхождения. И мы выполнили все эти условия, проявили торги. Определился подрядчик, который, мы считаем, что добросовестно справился с этой задачей. Владимирская область в масштабах этого проекта получила финансовые ресурсы до 2024 года в размере 1,7 миллиарда рублей. И мы активно участвуем в этом проекте. В том году мы сдали водозабор в Меленках. В этом году у нас три объекта. Это вот этот прекрасный объект, Юрьевпольский и Гусь-Хрустальный район. Наша задача – обеспечение к 2024 году 94,5% жителей Владимирской области чистой питьевой водой из центральной системы водоснабжения. Эта задача поставлена Минстроем, и мы ее точно выполним. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию еще шесть подобных водозаборов на территории области. Благодаря этому качественной питьевой водой будет обеспечено еще более 10 тысяч жителей. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал. И коня на скаку остановят и из воды человека спасут. 9 декабря – День Героев Отечества. Чем не повод отметить своих выдающихся и отличившихся земляков. Володя Апликаев вместе с младшей сестренкой возвращался из школы и увидел тонущего ребенка. Лавры спасителя юный герой себе не приписывает. Говорит, помогали и другие ребята. На другом берегу речки были два мальчика. Мы им кричим «Бегите сюда быстрее». Они бежали со всей силы, как только могли. У меня не было времени их дать. Я просто сам полез в воду, достал его. Они когда прибежали, они уже его... Я его когда толкал на лед обратно, на уже более толстый. Я его подталкивал, они за руки его взяли и вытащили из воды. Я потом сам поднялся. Володя скромно говорит, что не собирался никому рассказывать, как спасал утопающего. О героическом поступке никто бы не узнал, если бы не видео, которое снял кто-то из ребят. Сегодняшнее награждение для Володи уже не первое. Ранее в региональном МЧС поступок мальчика тоже оценили и представили к ведомственной награде – медали за спасение погибающих на водах. Поздравить героев нашего времени и выдающихся жителей области сегодня пришел и Владимир Сипягин. Губернатор порадовался, что именно молодежь в наше не самое легкое время склонна к героическим поступкам. Место подвигу есть и в борьбе с невидимым врагом – коронавирусом. Наши молодые соотечественники, равняясь на лучшие примеры старших, проявляют искреннее неравнодушие, заботу по отношению к окружающим и мужеству. Ребята, живущие во Владимирской области, очень вручают наших пожилых земляков, которые большую часть этого года, непростого года, вынуждены оставаться в самоизоляции. Помимо молодых и отважных за заслуги перед областью были награждены работники культуры, которые, несмотря на пандемию, смогли организовать достойную встречу с 75-летия Победы. И поисковики, которые возвращают останки солдат на родину спустя десятки лет. Так, к награде за поисковую работу представлен глава регионального отделения поискового движения России Вячеслав Казаков. В 2020-м ему с коллегами удалось провести 9 экспедиций. Добрались аж до Сахалина. Почти 80 поисковиков со всей страны приехали на две недели, прилетели на остров Сахалин на две недели. Мы провели малый исторический период, всего лишь 10 дней боев на острове. Нам удалось совместными усилиями обнаружить останки одного воина, погибшего в августе 1945 года в боях с японскими милитаристами. После официальной части и награждений праздник для героев не закончился. Для них звучали песни об отваге, мужестве и героизме. Это в России силы такой, где б не памятен был свой мирон, и глаза молодых солдат с фотографий мулячих глядя. Екатерина Филиппова, Александр Мажаров, Шестой канал. Конечно, край Владимирский войти сложно. У нас красивый, замечательный, неповторимый. На каждой край неповторимый рязанская область по-своему, там Белгородская по-своему. В детстве есть своя красота, своя изюминка. У нас какая-то своя. У нас есть леса, у нас есть реки, у нас есть и пересечённые места. Вообще ландшафты очень такие разнообразные. Тихая жизнь, которая там длится в каких-то уголках. Но есть свои образы, которые складываются в какую-то свою неповторимую картинку Владимирской земли. Успевает художника и преподавать. Он воспитал несколько поколений талантливых учеников. Олег Мадоров рассказывает, желание заниматься искусством пришло не сразу. В детстве, как и все мальчишки, мечтал о самых разных профессиях. Рос будущий художник в творческой атмосфере. Много путешествовал по стране вместе с отцом, художником Николаем Мадоровым. В поездках случались и неожиданные приключения. Я вот помню, что я в Плёсе рисовал, в Костроме рисовал. В Костроме был там, да, в те времена, Советский Союз был сюда. Нас там эта милиция арестовала. Потому что, ну, а я с папой же был, он рисовал мост, этот, Костромской. Он же длиной в километр там, без нескольких метров. И мы рисовали около этого моста, и нас забрали в милицию. Вот это я помню почему-то. Подумали, что что-то замышляет. Ну, видимо, нельзя было его рисовать. Потом сказали, что там нельзя было показывать одну опору и другую. Художник рассказывает, что писать не любит только рано утром. Шутит, что его муза в это время ещё спит. В другое время всегда в работе. Сейчас, к слову, большинство произведений художника на выставках. В мастерской лишь малая часть. Возвращается художник и к прежним работам. Эта картина, к примеру, авторский повтор. Художник объясняет, в ней решил кое-что поменять. Создать ещё более эмоциональный, но лаконичный образ. Чёрный остаток это рисунка. Тут есть подкладки, вот можно посмотреть. Вот фиолетовые там, да, это вот краска сейчас, она у меня досыхает, да. Вот эта фактура живописная, которая свойственна там, Владимирской школе живописи. Вот эта система этих подкладок, наложение красок, которая создаёт объёмный такой эффект. Олег Мадоров участвует в областных, региональных, всероссийских и международных выставках. Проводит пленеры для художников. Пейзажи Олега Мадорова хранятся во многих музейных и частных собраниях России и мира. Маргарита Махрова, Шестой канал. Белый лебедь на реке. Красивую птицу жители обнаружили в судах, где на одноимённом водоёме. В соцсетях любители природы выкладывают фото и видео с лебедем. Люди предполагают, что птица совершает перелёт и временно остановилась на реке отдохнуть. Не исключено, что лебедь собирается перезимовать на водоёме. Пользователи определили, что это лебедь-шипун, потому что издаёт характерные звуки. На вид птица здорова и ведёт себя довольно спокойно, пишут очевидцы. В соцсетях появилось видео, где неподалёку от птицы плавает небольшая утка. Пользователи шутят, что теперь лебедю не так одиноко. Любитель природы Михаил Малышев специально приехал на водоём, чтобы посмотреть и пофотографировать птицу. Он поделился впечатлениями от встречи. Лебедь я в дикой природе видел впервые, поэтому я и поехал ещё. По большому счёту, то, что первая встреча для меня была интересна. Птица была очень близкая. Река Судок до реки небольшая. Плавала посередине, но всё равно там буквально метров пять, не больше, до неё было. Насколько я могу судить, конечно, об этом вопросе, но я не профессионал, а только любитель. Читал в разных каких-то книгах, откуда-то старался дойти информацию. Бывают случаи, что они зимуют на незамерзающих участках рек, в том числе и в городах. Местные жители их подкармливают, поддерживают, чтобы они смогли спокойно перезимовать. Единственное, что, насколько я знаю, не кормят лебедей хлебом. Это всё, о чём мы вам успели сегодня рассказать. Если вы стали свидетелем чего-то экстраординарного, набирайте номер 36 66 66. Если у вас есть тема для журналистского расследования, звоните по телефону 54 10 30. Ещё больше новостей на нашем сайте 6tv.ru. Ну а я прощаюсь с вами. Оставайтесь на шестом канале. До встречи. Сегодня вечером во Владимирской области ясно, без осадков. Температура воздуха составит минус 6, минус 7 градусов по Цельсию. Завтра днём в нашем регионе ясно, без осадков. Столбики термометров опустятся до 5 градусов со знаком минус. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова